Телеканал Самаргис совместно с ветеринарным центром Флагман Вет продолжают уникальный проект Зоопатруль. Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала вместе с ними выезжает и спасает четвероногих друзей. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 8 лет работы сотрудники центра Флагман Вет спасли сотни животных. Сотни приютили. Проект телеканала Зоопатруль расскажет о собаке, которую с тяжелейшей травмой выбросили на помойку. Четвероногая пациентка ветклиники Глория, несмотря на тяжелую травму, радуется каждой прогулке. Собаку с пробитой головой просто выбросили на помойку. Нашла ее Екатерина Невская, когда утром выносила мусор. Глория лежала под автомобильной покрышкой. То есть она вылезла просто из покрышки, вытащила голову и, соответственно, вся остальная покрышка лежала на ней. То есть было понятно, что собака не в состоянии двигаться. Над головой роились мухи, соответственно, было понятно, что собака серьезно травмирована. Екатерина сразу же позвонила в Флагман Вет, и за раненой собакой выехали ловцы. Тем не менее, она все равно пыталась как-то к ним встать, даже пыталась хвостом вильнуть. То есть собака вообще удивительно, как она не потеряла никаких возможностей к существованию. То есть жизненные центры в итоге оказались не нарушены абсолютно. Просто, видимо, надо было ей остаться жить. Будем надеяться, что и операция пройдет успешно. Даже видавшие многое сотрудники Вет-центра говорят, что такого в их практике еще не было. То есть это открытая черепная мозговая травма, черепная коробка полностью проломлена, и видно вот даже содержимое ее. Тем не менее, собачка оказалась умница. Вот она боец, она выдержала все эти испытания. Она, как вы видите, вообще уже активно бегает. Она перенесла тяжелейшую операцию. И, в общем-то, мы уверены, что не все будет хорошо. Конечно, будем искать ей дом. Самый критичный период Глория уже прошла. Сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести. Впереди еще предстоит операция. Первый момент, которого мы опасались, это проведение процедуры КТ. То есть эта процедура проводится под общим наркозом. Но нам удалось выиграть время. То есть собаку стабилизировали, и КТ прошло уже достаточно благополучно. По ее результатам выяснилось, что есть травма самой кости черепа. И сейчас основной такой волнительный для нас момент – это проведение операции по закрытию именно этого дефекта. Предсказать последствия от черепно-мозговых травм сложно. Они могут возникнуть на самых разных этапах. Самый негативный исход из возможных – это, конечно, смертельный исход. Потому что здесь может быть какие угодно последствия. Второе, наверное, по тяжести – это неврологические нарушения. То есть нарушение координации движений. Это, может быть, сложности в походке, в принятии пищи. Какие угодно, на самом деле, варианты развития событий. И, конечно, с ними жить достаточно сложно, хотя животные даже к этому приспосабливаются. Ну, конечно же, травма головы, да, в первую очередь – это нарушение координации движений. Специалисты ветеринарного центра предполагают, что Глория раньше была домашней собакой. Но, судя по состоянию когтей, на улицу ее не выпускали. Что произошло с ней и как она получила тяжелейшую травму, теперь уже не узнать. Но на людей Глория не в обиде. Мы предполагаем, что она жила в доме. Возможно, ее даже не выпускали гулять. И мы видим, как вот она радуется сейчас. Хочет погулять, хочет побыть на улице. Ну, я думаю, что у нее теперь такая возможность будет. Полное восстановление после таких травм, которые получила Глория, может длиться до года. Сотрудники ветцентра будут искать ей надежных, ответственных хозяев. Супруг Екатерины предложил забрать Глорию. Но в семье уже живут три собаки и кот. Все они когда-то оказались преданы бывшими хозяевами. Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман-Вет» по телефону 8-917-817-39-19. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь, и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы.